Здравствуйте, глупоугожаемые любители планерного спорта. Мы летим на планере, не поверите, это SK-21B, будущий джет, пока просто B. Вот, это первый его полет. Буксирует нас Як-12 самолет, Гаврон. Гаврон, да? Все, мы готовы. Ну что? Ого! Я буду снимать. Вы посмотрите, я очень волнуюсь, на самом деле, это реально первый полет этого планера. Он еще никогда не летал, мы его проверили, конечно, собрали сегодня. Как это выглядит? Ну что, вы волнуетесь, друзья? Полетели. Я волнуюсь вообще. Я как боюсь вообще. Как Томас боится вообще. Ого! 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 Ну вот как. Вот так. Летит. Эй! Йо-хо! Йо-хо! Мы умеем летать! Вот, сейчас разгон идет за самолетом. Гаврончик внесется над землей. И вы можете ленить своего... Как это? Ведущего канала записки пилота-инструктора. Или при пилот-инструкторе. Я уже забыл, как канал называется. От счастья. Фу! Это первый полет этого планера. Я не знаю, летит он хорошо, судя по всему. Видите, вот крылья не отваливаются. Как, что я могу сказать про планер. Планер офигенный. Очень удобная кабина. Очень большая. Посмотрите, как я сижу. Обычно я сижу весь зажатый. А тут просто... Просто место немерено у меня. Место просто в кабине немерено. Вот. И наша на даче текущая попробовать. Томас любезно согласился крутнуть на этом планере пилотаж. И мы попробуем сейчас это сделать. Вот мы сейчас набираем высоту. Максимально разрешенную, сколько нам здесь можно. И будем крутить пилотаж. У земли уже, вот знаете, как красиво. Голубая, золотая осень. Я, видите, волнуюсь. То есть вот, если вы думаете, что пилоты не волнуются, еще как волнуются. А тем более инструкторы. Они даже забывают, как их канал на ютубе называется. Пилот инструктор планера, оказывается, у меня называется. Представляете? Вот. Я забыл. Вот. И пока мы набираем высоту, я, может быть, порасскажу про, собственно, сам проект с этим планером связанный. Дело в том, что когда-то давным-давно я понял... Мне сказали, что я не буду летать никогда. То есть я мечтал. Там лет 12 мне было, 10. Не помню сколько. И мне сказали, нет, чувак, ты вот без шансов. Я бы хотел парашютисту записаться. Сходил на медкомиссию. Но там сказали, что нет. Друзья, шансов у вас нет. Сердце бьется хреново. У меня сердце бьется медленно. А сейчас где-то 44 оборота в минуту, наверное. Может, волнуюсь чуть больше. Вот. Сердце бьется хреново. Глаза видят вообще отвратительно. У меня астигматизм был сильный. И пока я его не исправил на втором курсе института взрывом бомбы. Мне разнесло левый глаз. Деформировало. И после того, как все заросло, оказалось, что зрение у меня улучшилось. И я стал нормально видеть. Как сказала врач, которая меня вела, она сказала, ну вы как практически волк, как академик Федоров. Мы с детьми поднимаемся. Ну и вот. И представляете, вот вы мечтаете о чем-то, а вам говорят, хер тебе, не будешь. Потому что так вот в мире принято, что ты этого делать не будешь. Я тогда занялся своим мудринством в горе. Кстати, очень благодарен этой теме. Замечательная. И победив на соревнованиях каких-то очередных, я как приз получил возможность посидеть в планере планик. Я сел в этот планер планик. И вот, представляете, вы о чем-то мечтаете, вот она кусочек мечты, вот она стоит. То есть вот там Советский Союз, все, там аэродром. Никому к этим планерам подходить из детей нельзя. Меня ведут, сажают, одевают парашют. То есть я прям все вот, вот, вот. Кайф. И такой усатый пилот литовский, он смотрит на меня, у меня практически слезы капают из глаз. Я говорю, что летать хочешь? Я говорю, ну, даже не могу сказать, как хочу. Ну, а что ты переживаешь? Если что-то, о чем ты мечтаешь по-настоящему, значит, это точно будет. Я там что-то хочу, вот у меня, видишь, бывает. Ну, у меня глаз не видит, там, сердце не бьется, еще чего-то. Говорит, ну, там, дельтапланы есть, в конце концов, начну с них. Поступаю в литературный институт. И я взял и поступил. Действительно, там, начал учиться. Потом появились парапланы. Потом я начал, там, делать для парапланов лебедки, делать летные школы, учить летать. Казалось, моим призванием, по сути. Книжку написал «Мечта летать». И со временем так получилось, что я, там, через 20 лет вот этого круга, я вернулся к планерам и первый раз полетел на планере на аэродроме Пахомова. Научился летать, быстро стал инструктором, попал в горы, летаю сейчас в Альпах, у меня на лед на планере 5,5 тысяч часов. И вот она, собственно, как сбылась мечта. И когда недавно возник этот проект, ну, мы сделали реактивный планер, вы можете посмотреть на канале, там, куча информации про этот реактивный планер, как он летает. Но захотелось сделать двухместо реактивный, потому что почему, как один знакомый говорил, почему вы захотели сделать двухместо реактивный? Да потому что мы можем. Мы можем и все, мы можем. И когда я выбирал на этот планер опции, я увидел, что есть опция для полета инвалидов. То есть можно летать на планере с ручным управлением, то есть в передней кабине может сидеть человек с ограниченными возможностями, который не может управлять планером. Но он может. То есть немцы делают так, что на этом планере это делать можно. и просто банально не хватало денег то есть и номер каждый центр бюджет этого планера думали что ставить что не ставить а потом я плюнул думают и в конце концов это что такое это мечта как можно вообще у мечты там не знаю центра отрывать я спокойно заказал опцию эту опцию удобства прочее потом написал друзьям что ребята а давайте сделаем проект от отличные мечты то есть в этом планере там одна тысячная ваша вы покупаете кусочек планера потом летаете какое-то количество ресурсов на нем пользуйтесь то в конце концов всегда можно там если человек душой вложился проекту деньги такая исчезающая большая величина то с него это вернется строится и я честно говоря когда затевал это думаю ну ладно заказали опцию там эту ну скинется народ чуть-чуть там хоть какие-то деньги вернуться ничего подобного то есть достаточно много людей ответил сейчас на 48 человек и проект движется вперед и мы построив этот планер сможем на нем ездить по стране катать людей которые никогда никогда не могли бы полететь так вот как они могут они могут мы будем ли творить этого чудо давать возможность людям летать даже если говорят им что это невозможно то есть это проект сбываются мечты сбывается я пример как сбываются мечты я несколько решений не буду летать я же летаю томас мы летаем смотрите ребят кто вас летит вот руты поэтому мечтаете и мечты сбываются там иногда говорят что невозможно там как бы сложно нету денег еще чего-нибудь в деньги можно в конце концов заработать ну не знаю там бывают разные ситуации если что-то просто делать хорошо если о чем-то искренне мечтаю что в конце концов что-то и сваливается у нас там план через два года сделать проект для двух человек мужчина и женщина смогут там с огромной скидкой в 70 процентов научиться летать на планере то есть я планирую сделать неделю съемку там людей которые вот просто не могу они может даже могут но мы выберем из кандидатов наверное самой яркой мечтой в глазах где эта мечта будет вот она ярче всего вот эти два человека и полетят и мы с ним про них фильм то есть это вот такие идеи возникает то есть когда у тебя мечта сбылась тебе хочется делиться этой мечтой с другими людьми и вот я год назад замечтал об этом планере это было буквально через меньше где прошло где-то один с месяца и вот смотрите вот он летит этот планер вот он только помечтал совсем недавно и уже летит вот и сейчас мы заканчиваем я думаю набор уже скоро там не знаю сколько там дома с еще будет буксироваться посмотреть как красиво на этой высоте облака и прочее сейчас мы попробуем этом плане ли скрутить пилотаж я этого никогда не делал полный пилотаж то есть я там всякие петли фигит ли умею а вот так что по настоящему только томас умеет ну понятно умеет куча народу но кто вас любезно согласился слетать показать так как очень хочется это снять перейти там куча работы по переделке этого планера в реактивный установка двух трубин так далее и тому подобное то есть это огромный труд да и так сейчас томас будет делать пилотаж а я буду комментировать томас будет называть что он делает а я буду свои ощущения чтобы вы я как бы не девушка я визжать постараюсь не визжать но не нормативную лексику постараюсь тоже не использовать для надо сперва придумать название ну ты так просто скажи что делаю какую-то хрень я хочу дальше есть красивое слово эмильман 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 мы будем делать эмильман и подумайте другого чтобы вам послышалось да вот летит планер давай поехали страшно друзья мои когда отрицательная перебруска вот помедленнее вообще летает у него там на 180 все будет как правило надо было ровно и почитать ребят не можешь оставить себе я расскажу летать переворот в положении это как-то совсем непонятно как вот смотрите вот так вот глядя сколько уже планили ухтешь вот такая вот штука когда же будет эмильман а на хвост разворот на вертикале как это выглядит на хвост кстати на нем нельзя падать находить на фото боксе я человек тренированный принципе в полетах но скажу я вам где бары-мары как же это страшно я мая и опять пишет полет я это этот хочу . а а а а Девушки отдыхают это привычная нам фигура ой ой как хорошо вот так убить как он землю падает вот озеро низенько-низенько низенький проходик на малой высоте ну в общем-то афганский заход получился я думаю что ни один чувак со стингером бы нас не сбил такой конфигурации прикрываясь рельефом леса там знаете как по ущельям летают в горах всякое такое вот прикрываясь этим рельефом это тормоза по моему в конце этих самых в конце интерцептора может помедленней страшно мне слушайте когда инструктор в заднем кабине летает а его катает другой инструктор в передней кабине скажу вам можно реально обосраться как страшно друзья мои я понимаю что на этом планере будет летать куча людей которые будут сказать как вы полетали ну одни могут сказать а другие скажут это было великолепно я скажу это было великолепно потому что томас спасибо мой приятно пилот маньяк на этом я выключаюсь потому что так в общем-то досталось мне представляете как ни разу еще не летал в перевернутом полете а тут бац и и полетел и вообще фух все до новых встреч ариуар присоединяйтесь к нашему проекту однотличной мечты и смотрите наше маньячество если бы я не налетавший был 5500 часов я бы сплевал а так нет ура ура г Продолжение следует...